Давайте честно признаемся, один из самых главных стереотипов в нашей жизни, особенно касаемо, может быть, общественного пользования проезжей частью автомобилями и дорогами, связан с тем, что женщина за рулем как только не называет. И женщина граната, и там все собрали, все что мы, все анекдоты, которые возможны. Конечно, многие адекватные люди понимают, что это лишь сплошной стереотип, все мы водители в первую очередь, и хорошие не очень есть и там, и там, в тех других лагерях. Более подробно об этих, скажем так, стереотипах и о женщинах за рулем поговорим сегодня в компании с самым настоящим, между прочим, инструктором по вождению. Это Ирина Лебедева, заслуженный работник водительского удостоверения. Здравствуйте. Доброе утро. Ну и, конечно, на ваш взгляд, почему так много стереотипов вокруг женщин за рулем? И так ли это на самом деле? Ну, есть плохие водители и мужчины, и женщины, это хочется отметить. Во-вторых, как правило, женщины сами стереотипы себе эти делают, ну, наклеив туфельку там на заднее стекло. Подтверждая в очередной раз. Потом какие-то свои незнания, списывая на то, что я женщина, мне можно, это тоже очень часто встречается. Какие-то свои ошибки на дороге, ай, мне простят, ну, я же блондинка и все остальное. Ты женщина сами подтверждаете стереотипы, сами на себя это перекислируют. Но это вот так ли на самом деле? Ну, я думаю, нет. Потому что, как жизнь показывает, что есть женщины, которые очень-очень хорошо водят машины. И гораздо осторожнее, и внимательнее, и с теорией у них гораздо лучше, чем у мужчин. И садясь за руль, они прежде всего сначала обновляют теорию, потом приходят, если какой-то большой перерыв, допустим, накатывают практику, а потом только садятся за руль. Мужчины, как правило, этого не делают. То есть тут ответственности-то на самом деле гораздо больше. Да, больше гораздо. Ну, хорошо. Ну, вот с точки зрения, наверное, практики обучили. Вот кого легче обучать? Мужчина или женщина? Ну, с женщинами легче. Они более ответственные. А восприимчивость информации у кого проще? Кому дают? Женщины, они основная часть, я не говорю вот прям про всех женщин, с которыми мне приходилось работать, они, если им что-то непонятно, они будут долбить до такой степени, то есть пока им не станет это понятно. Но есть, конечно, и, которым не так важно это все. Но при обучении чаще всего с какими трудностями сталкиваетесь? Вот у мужчин и у женщин, если так можно сказать? Кому-то сложнее донести, может быть, теорию, кому-то практику. Женщинам легче теорию, с практикой у них потяжелее, а у мужчин наоборот. С теорией у них похуже, потому что они как-то к этому не так серьезно относятся. Их потому что в детстве еще за руль посадили, они уже научились и думают, что зачем мне эта теория вообще нужна, я так уже все умею. Им главное за руль, машина поехала. Да, я бы у меня в крови, это все, только дальше, чем пролить. Ну, через вас проходят действительно как мужчины, как и женщины, вы обучаете и тех, и других. В целом, если подвести какую-то небольшую статистику, что там, что там, хороших, плохих водителей, где больше, меньше. Мы равные? Да, скорее, да. То есть, как бы нельзя прям говорить, ой, все, женщина едет, все, ой, сейчас. Ну, вот вы на собственном примере показываете, что мало того, что женщина может быть хорошим водителем, так еще и инструктором, который обучает тому самому вождению. Вот как вам это дается? Как в коллективе относятся к тому, что женщина инструктор по вождению? Ну, сначала не очень, потому что постоянно пытались как-то... Те же самые стереотипы, то есть, у мужчин возникают. Приходилось доверие заслуживать, скажем так? Ну, я как-то очень легко отношусь к общественному мнению, поэтому я решила, пусть оно время покажет, в принципе-то. Никому никогда ничего не доказывала, поэтому... Но женщины, понятно, скорее всего, просят именно вас. Да, им проще обучаться. Мужчины, когда садятся с вами, что происходит? Ну, я бы не сказала, что там есть прям вот такая колоссальная разница. Просто женщины, они, допустим, более медлительные за рулем, а мужчины, они более быстрые, как бы. Газ и поехали. Да, да. И какие-то мелочи, нюансы им очень сложно объяснить, потому что скорость, соответственно, набирается быстро. То есть, пролетели и все. Я когда... Ну, лично мужчины как относятся к вот тому, что вы все-таки женщина и инструктор по вождению? Ну, как бы нормально, спокойно. Нормально, да? Ничего такого света. Ну, сейчас нет. Ну, знаете, интересная ситуация. Вот, например, человеку тяжело дает само вождение. Здесь понятие как, вот, не его стихия. И по прошествии времени он все равно, по-прежнему, продолжает попадать в аварийные какие-то ситуации и так далее. То есть, ну, не идет у человека действительно вот вождение автомобиля. Вот ваш совет, что это, бросать? Не твое? Нет, вот здесь, как бы сказать вначале, что если вот такая ситуация возникает, это нужно восполнить сначала пробел. То есть, просто так человек пришел, отучился, и вдруг там через какое-то время это не его? Нет. Либо человек приходит, и он сразу понимает, что это не его. Либо его просто не научили достаточно хорошо. Потому что, как правило, вот такие ситуации, когда аварийная ситуация создается, она создается потому, что человек либо не отреагировал, потому что не знал, как отреагировать. Ну, как правило, так это происходит. Просто встал и все, потому что я не знаю, что делать дальше. То есть, здесь важно понять, в чем суть проблемы. Да, в чем суть разобраться. А так, в принципе, водителям можно, хорошим водителям можно стать. Просто кому-то нужно для этого меньше времени, а кому-то больше. Ну, а в целом, за что бы вы поругали современных водителей? Какие часто ошибки выпускаются? Современные водители у нас очень часто не уважают друг друга даже на дороге. Начиная от пешеходов, это очень часто не пропускаются пешеходы, особенно дети, это очень страшно, причем это все наблюдать. Очень много людей ездят на красный свет, движение по полосам, таблички у нас тоже непонятно вообще для кого вешают. Я считаю, что все-таки садясь за руль, должен человек ответственность нести не только за себя, но и за окружающих. Потому что ты-то сидишь в машине, все равно защищен, окружен оболочкой, а выйдя на стоянки из машины, ты такой же пешеход, ты такой же обычный человек, в принципе-то. И нужно уважать, прежде всего, друг друга на дороге. Я с вами полностью согласна. На этих, друзья, золотых словах хочется подытожить и напомнить, что сегодня в гостях у нас была Ирина Лебедева, инструктор по вождению. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Больше вам хороших учеников и удачи на дороге и сегодняшний день. Спасибо, всего доброго. Ну а наш эфир продолжается и рады вам дальше представить, ведь уже завтра у нас наступает лето. Куда отправиться попутешествовать? Попутешествовать? Победа.